Привет! Сегодня поговорим о разводе Нет, не о том, о котором вы могли бы подумать О разводе черной звезды Тимати с Анастасией Решетовой и так уже отрубят все сны У нас немного другое Мы с вами уже очень много раз обсуждали киевы в Инстаграм И, если честно, они уже так достали, что даже не хочется произносить это слово Да и знаете, я как-то подумала, что после публичного конфликта между Ивлеевой и Галич блогеры все же немного пересмотрят свои взгляды на рекламу мошенников Поскольку, ну, если раньше на это внимание особо никто не обращал То сейчас же, ну, это полнейшее, если так можно выразиться, зашквар Но, видимо, я слишком наивная Как показывает практика, деньги все же сильнее репутации В очередной раз на весь Инстаграм гремит конкурс с розыгрышем Мерседеса И не простого, а аж С-класса, представляете? И вы ни за что не догадаетесь, на кого нужно подписаться, чтобы выиграть в этом конкурсе и получить заветный приз Там все прям как на подбор Актеры документальных фильмов о себе же Динат Гумеров и Гусейн Гассанов Там и каперы, которые обокротили просто все букмекерские конторы Это Айдын Тусупов, Хиза, Альфреда и многие другие уважаемые в узких кругах люди А вообще, я не понимаю, почему в Гивах постоянно разыгрывают Мерседесы? Есть же масса и других классных и полезных призов Например, бесконечный фотоконструктор Мазабрик С помощью которого можно из маленьких деталей 5 градусов цветов собрать любое фото в стиле пиксель-арт Смотрите, какая красота получилась Это у меня набор размера S Также есть набор и побольше А если я захочу собрать другое изображение, то мне не нужно будет куда-то там отправлять фото и ждать, пока все подготовят для сборки Все необходимые элементы уже имеются в наборе И тут ничего сложного, справится даже ребенок В наборе идут пакетики со значками, и к каждому значку соответствует свой цвет Заходим на сайт, загружаем любое фото, выбираем понравившийся макет и на электронную почту получаем инструкцию по сборке Я думаю, все помнят из детства, как сложно отделяются маленькие элементы конструктора Здесь же от такого мучения нас избавили разработчики Mozabrik, придумав вот такой сепаратор С ним элементы отделяются за пару легких движений Также в наборе предусмотрен двухсторонний скотч и подставка, поэтому картину можно будет вписать в любой интерьер Бесконечный фотоконструктор Mozabrik – лучший подарок как для себя любимого, так и для своих близких Который идеально подойдет для того, чтобы хорошо провести время Конструктор подходит абсолютно для любых возрастов, а производит его в России Более подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте магазина Mozabrik.ru А специально для моих подписчиков Mozabrik подготовили скидку в 20% по промокоду ВИКАТЮБ Ссылку на официальный интернет-магазин я оставлю в описании В очередной раз поделиться своей аудиторией с прекрасными каперами решила довольно много известных блогеров В том числе и мама троих детей с аудиторией 4,5 миллиона подписчиков София Стружук Как обычно, всего лишь одно условие Забирайте к себе всех вот этих вот человечков у меня в правом верхнем углу И ждите прямого эфира На самом деле она тоже довольно интересная личность Пропагандирует роды в домашних условиях и отказ от медицинского обслуживания По ее мнению, медицина – это заговор врачей против человечества К слову, именно по этой причине, после того, как во время очередной беременности ее плод замер Она, вместо того, чтобы пойти к специалистам на процедуру выскабливания Как бы это сделал любой нормальный человек Решила самостоятельно в домашних условиях родить умершего ребенка в ванной После чего она заморозила его в морозилке Обосновав это тем, что она просто не хотела, чтобы он начал разлагаться Почему-то за дело очень многих людей Это то, что мы ребенка заморозили в морозилке Я не знаю, почему это кажется странным людям Также из необычного Софья высушивает свою плаценту, а после ест ее Так она восстанавливает запас питательных веществ в организме Угадали, что это? Ну что, многие действительно уже догадались Мне правда не стремно пить свою плаценту Ну вот, раз с питательными веществами у нее все хорошо Да и к тому же столько денег на идея сэкономила То могла бы уже обойтись и без рекламы мошенников Но нет Она также не прочь рассказать своим подписчикам Про волшебницу из Москва-сити Катрин Форс Которая за небольшую сумму денег поможет исполнить все ваши мечты Вы ждали знака, чтобы изменить свою жизнь, наладить отношения Снизить вес, открыть финансовый поток, получать всего, чего хочется То с этого момента вас ждут положительные перемены Потому что я хочу познакомить вас с Катриной Служу и различные MLM-проекты вроде Greenway продвигают Если что, ссылка на видео про эту компанию будет тут Будучи блогером и имея очень много запросов на сотрудничество от разных сетевых компаний Я выбрала именно Greenway Я очень уверена, что уже совсем скоро все мои девчонки сядут в Мерседесы Не смогла отказаться от заманчивого и очень выгодного предложения Продать свою аудиторию И блогер с общим количеством подписчиков в Ютубе и Инсте 10 миллионов Алена Венум Мы с блогерами дарим вам кучу подарков Мерседес из класс, 10 айфонов или деньги, 6 чемоданов со сладостями и с косметикой Все условия под моим последним постом Но тут, если честно, совсем тяжелый случай Девушка решила, ну раз уж терять репутацию, то по-крупному Так сказать, пустилась во все тяжкие Вот как она еще решила поднять деньжат У меня есть друг-миллионер из Дубая, который проиграл мне в споре Я хочу, чтобы мы все вместе поугарали, как он будет исполнять мои задания Ребята, помните моего друга-миллионера из Дубая? Так вот, мое последнее желание ему будет, чтобы он подарил вам, моим подписчикам, 500 тысяч рублей Поэтому подписывайтесь, возможно, именно вам повезет Скажите, я одна сейчас испытала чувство дежавю? Ничего вам не напоминает? Мой соперник-миллионер из Дубая, который смелый, крутой Ты себя позиционируешь, как долларовый миллионер Докажи, пожалуйста, нам это и подари моим подписчикам, которые придут к тебе, деньги Боже мой, какой стыд Разумеется, у него все по классике В конечном итоге он переходит к тому, ради чего вообще был затеян весь этот цирк Раз уж разговор зашел о заработке, то прямо сейчас я готов выбрать одного человека среди вас и помочь ему заработать огромную сумму Ну это же, это же фальшь, это ложь, это неправда Как обычно, скрины того, что он там кому-то приумножил банк, что с ним все зарабатывают и так далее И, конечно, куда же без денег на капоте дорогих машин Интересно только, почему у людей не возникает резонный вопрос А зачем приумножать чужие деньги, если можно свои? И чтобы люди уж наверняка клюнули, нужно же еще и денежки разыграть Разыграть 500 тысяч рублей? Да не вопрос Ты врешь Кстати, вернемся к Евдокии Она у нас тут разоблачениями решила заняться Видимо, взяла пример с инстасамки Вместо того, чтобы признать, что была неправа в рекламе мошенников и в разводе людей на своих курсах Она начала говорить, мол, как блогеры вообще посмели критиковать ее курсы Якобы на ней просто поднимают деньги Обливая ее, честного и искреннего человека, без обоснованной клеветой и грязью Интересно, как у нее вообще язык поворачивается говорить про поднятие денег? Сама же та еще любительница обманом своей аудитории деньги зарабатывать Каждым, наверное, днем я хочу все больше и больше и больше Что ж, мне приятно, потому что я и команда умеют создавать такие продукты, которые вызывают громкие инфоповоды Благо, хоть меня не упомянула Не знаю, смогла бы я это пережить Я вот еще после проклятия Христофориды не до конца в себя пришла Ну, думаю, меня она не упомянула, так как ей просто нечего ответить по поводу рекламы дубайского капера Тут уже никак не отмажешься Настолько в кураж вошла, что аж целых пять сториз записала, призывая подписываться на него На чистую воду она попыталась вывести Катю Коносову, Марианну Франс и автора канала Телек-Телек Мне предъявили три блогера Мариана, Катя Конокнасова и Телек-Телек Именно они хайпятся на моем личном бренде и зарабатывают на обсирании моих продуктов Поэтому, ребят, давайте критически относиться ко всему контенту, который они делают Ну, в принципе, нормальная тактика Мы это с вами уже где-то видели Вместо того, чтобы признавать ошибки, начинают нелепо отмазываться и всячески переводить внимание на других Уже есть пример, как блогер лишился всего, просто потому что вовремя не признал, что он был неправ Ну, ладно, это все лирическое отступление, вернемся к Гивам Уже и Нюша подключилась к этому движению Радует, что хоть без каперов Но все же без сомнительных персонажей не обошлось Всего лишь 127 подписок и генератором случайных чисел я выберу победителя Бизнес-тренер, MLM-щик и пирамидчик Шаура уже больше трех миллионов подписчиков на таких вот конкурсах собрал Косенко его по всем Гивам таскает Сергей, ты ему, может, денег должен? Нет Или он у тебя паспорт забрал? Ты, если что, три раза моргни в следующие свои сторис А то такими темпами Шаура скоро Гузову перегонит Нахер мне это не надо, понятно? Инстаграм сейчас хоть и начал немного бороться с аккаунтами, которые регулярно проводят розыгрыши денег и Гивы Убирая их из рекомендаций Но все же, думаю, это не очень на них повлияет Так как тем же мошенникам не особо важен органический рост аккаунта Тут нужны более радикальные меры, вплоть до удаления аккаунта Просто такие нововведения не сильно решат проблему Ну не будет рекомендаций, и что? Не проблема же вступить в очередной Гив и набрать еще доверчивой аудитории А вообще, надо как-то скорее решать эти вопросы Как минимум к тому времени, как на волю выйдет Штора, про которого вы постоянно просите снять видео А то потом опять начнется Пока неизвестно, сколько еще Артем будет обучать финансовой грамотности рабов в тюрьме Но уже более двух месяцев он находится за решеткой И как бы там ни было, Штора это, безусловно, культовая личность Не только в узких кругах, но и для всего бизнес-сообщества Благо хоть остались его последователи Возлюбленная Штора, которую он ласково называл богиня После задержания миллионера, не придумав ничего лучше Организовала свое бизнес-направление Она якобы научилась искусству воздействия на 32 точки головы И теперь с помощью этого помогает людям решать любые их проблемы Техника работает, но она требует повторения Но за один сеанс мы уже можем убрать, рассоздать в себе От 3000 до 5000 каких-либо установок И вот тут меня серьезно, так сказать, торкнуло По сути, она может абсолютно все Богатство вам организует, счастье, здоровье и все остальное Наташа уверена, что денежные потоки у нас в голове А с помощью ее миллионерского массажа Можно снять ограничители, которые не дают нам возможность быть финансово независимыми Только, разумеется, прежде чем стать богатым Нужно заплатить ей, ни много ни мало, 17 тысяч рублей Ну еще бы Да, чего только не повстречаешь на просторах интернета Что люди только не придумывают, только чтобы делать легкие деньги Готовы и с мошенником жить, помогая ему разводить людей А после говорить о боге Моя философия так вкратце, что боженька все видит и он дает тому, кто умеет благодарить Как бы там ни было, вся эта ерунда с разводом людей всегда была и будет Полностью от этого избавиться невозможно Но в данном случае отвращение вызывают даже не они, а блогеры Которые говорят, что ценят свою аудиторию А потом, спустя неделю, без всякого зазрения совести, призывают их подписываться на мошенников Прекрасно понимая, что никто не будет разыгрывать ни миллион, ни 500 тысяч И уж тем более, никто не будет приумножать им деньги Что ж, а на этом все Оставляйте свои комментарии, мне будет интересно их почитать А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки или дизлайки И, конечно же, ударяйте в колокол, чтобы не пропустить новые видео Всем пока!